И снова всем здравствуйте, друзья, из солнечной Англии. Хотела сказать, из туманного альбиона, но нет. Вы знаете, у нас третий день, жара. Жара, наконец, пришла и в Англию. И у нас сегодня 26 июня 2024 года. Температура плюс 28, а на солнце даже плюс 32 и выше. Так что, друзья, наконец-таки жара пришла и сюда. Нам обещали в конце июня теплые денечки. И вот они здесь. Замечательно! И посмотрите, сколько здесь у нас людей отдыхает. Это территория огромного отеля, очень популярного. Мы с вами здесь гуляли много раз. И сегодня, друзья, я хочу вам несколько показать сюжетов опять. И первый мой сюжет, мне кажется, вас заинтересует очень. Потому что именно здесь, на территории этого отеля, когда я гуляла, я встретила чудесную английскую пару. И когда они мне сказали, сколько им лет, я вообще-то никогда особенно не интересуюсь и не спрашиваю, но они сами сказали. Надеюсь, вы услышали, что сказала эта замечательная женщина. К сожалению, она говорит тихо и не очень хорошо слышно. Но она сказала, что ее зовут Роуз и ей 91, то есть 91 год. И она до сих пор не может в это поверить. И я думаю, что могу я сделать здесь сейчас для вас, друзья, это я дам вам прослушать именно то, что говорят мои знакомые англичане, вот эта замечательная пара, сначала по-английски, а потом я вам переведу, кто не понимает, на русский язык. Мне кажется, так будет нам гораздо интереснее послушать. Потому что если я буду сверху накладывать свой перевод, то это не очень хорошо. Поэтому не пугайтесь, друзья, я вам сначала даю полностью наш разговор на английском языке, а потом я вам переведу каратенечко основные моменты. Ну, а если кто-то знает язык английский, то, наверное, может и сам все понять. Итак, друзья, давайте мы послушаем. Четырнадцать. Мы встретимся в школе? В клубе, в клубе. Ага. Моя бабушка была дентист, и я была дистанция. Ааа. В очень early году. Сторождение, потому что вы такие красивые девочки, понимаете. Мы видели в мире, и мы сделали большинство, и мы очень рады. Спасибо, очень, очень, очень. Вы делаете мою день, понимаете. Вы делаете мою день. Спасибо. Спасибо. Очень, 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 очень. Вы не говорите свой имя? Мой имя, в самом деле, Бенно. Бенно – это не английский имя. Бенно – это полище. Полище. Да. И немецкий, но полище. Мои parents были полище, но они живут в Германии. Ага. В 1838. 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 В 1839. Ну, вот такая замечательная пара, и я дала вам послушать, потому что еще раз говорю, что вот Рос женщине 91 год, а ее мужу, которого зовут Бено, как он сказал, польское имя, так вот, ему будет 90 в этом году. Вот можете себе представить такую историю? И вот, значит, что они говорят, что они встретились, когда им было 14 лет. Я спросила в школе, познакомились, говорят, нет, мы познакомились в клубе 14 лет и поженились, когда им было 24, то есть через 10 лет знакомства они поженились. В общем, с ума сойти, получается, они с 14 лет вместе до 90 лет, и, судя по всему, видите, как они дружно живут. Ну, и так я поняла, что у них одна единственная дочь, вот рассказывала Рос, что дочь ее сейчас живет в Германии, и Рос сказала, что она работала стюардессой. Я удивилась очень, ну, там мои возгласы вы, наверное, слышите, почему так громко я говорю, не потому что я кричу, а потому что рядом со мной камера, микрофона у меня нет, чтобы им повесить на петличку. К сожалению, вот так. Так вот, такая красавица Рос, она проработала стюардессой, она сказала, что она летала по всему миру, и это очень хороший для нее был опыт. А муж ее работал дантистом, но он поляк по национальности, и сказал, что его родители, естественно, поляки, и они жили в Германии до 1939 года, до Второй мировой войны. И потом они мигрировали в Англию, когда ему было 4 года. Ну, а Рос, коренная англичанка, она сказала, что примерно она знает своих родителей, свои корни, начиная с 1790 года. Она сказала, что вроде бы как она нашла где-то какую-то информацию, что они строили отели по всей Англии. Ну, и как они сказали, что у них одна взрослая дочь, которой 60 лет сейчас, практически моя ровесница, как сказала Рос. Вот, у них двое внуков, и ее дочь живет в Германии с внуками, они к ней часто в гости ездят. В общем, дальше они стали расспрашивать обо мне, как я, что я. Конечно же, им было очень интересно узнать, как я здесь русская живу, как я здесь адаптировалась. Ну, и это, в общем-то, я уже камеру выключила, потому что наш разговор, он, как сказать, слишком-слишком был длинный. И не стоит, наверное, было вам все это показывать на камеру. Ну, и еще, возможно, потому все как-то скомканно у меня получилось, потому что это было, знаете, такое спонтанное интервью. Я, конечно же, не готовилась, и эти мои прекрасные интервьюеры, они тоже не были готовы, они сказали, что, ну, вот мы вот скажем такие основные моменты. Поэтому мы договорились вот так. Единственное, что я хотела вам показать, во-первых, такая доброжелательность англичан, которая здесь всегда. Вот, и я их только встретила, просто они сидели здесь вот за столиком, когда я гуляла. И они меня кликнули, сказали, какой чудесный день, и как прекрасно, что вы на камеру снимаете эту всю прелесть, эту природу, эту красоту, эту тишину. Вот, ну, и вот так вот я остановилась с ними разговаривать, дальше больше. И когда они мне сказали, что им столько лет, по 90 лет, и они продолжают путешествовать, я вот и решила вам немножко снять на камеру. И еще что я хочу отметить здесь, что вот англичане, кстати, они никогда не сделают замечания о том, что у меня плохой английский, или мое произношение ужасное. Вот как, например, мои русскоговорящие зрители, которые там живут в России, они постоянно меня поправляют. И английский мой не такой, и говорю я ужасно, и все вообще кошмарно. А вот англичане, которые сами носители языка, они говорят у вас прекрасный английский, мы все прекрасно поняли. А если вы нас не понимаете, то вы переспросите, мы с удовольствием вам еще раз все объясним и повторим. Вот представляете, как опять же разный менталитет, разная культура, разное воспитание, или как это сказать, но никогда не делают замечания англичане и иностранцам, которые плохо говорят по-английски, а наоборот стараются помочь. Ну и я надеюсь, что вы оценили, как прекрасно выглядит Роуз, как прекрасно выглядит ее муж, несмотря на свой возраст. И без палочек они гуляют, и, пожалуйста, память прекрасная, и очень воспитанные видно по всему люди. Ну вот, короче, и мне захотелось вам это показать, и я надеюсь, что вам понравилось. Ну и дальше я вам обещала несколько сюжетов сегодня в моем видео, поэтому прежде чем я вам покажу второй сюжет, я обязательно должна пояснить, что это именно такое. Так вот, это снял мой друг видео, короткое видео для вас, потому что он сказал, что я попробую, постараюсь сделать my best, I do my best, как они говорят, я стараюсь как можно лучше для твоих друзей, передай им от меня большой привет, я очень рад, что они интересуются твоими видео, интересуются Англией, ее историей. И вот со своей камеры у него, видели, какой фотоаппарат, какие линзы там, с ума сойти. И у него уже встроенный стабилизатор, поэтому ничего не трясется, конечно, но там бешеные деньги, все это стоит оборудование. Так вот, давайте мы посмотрим, что он для вас специально снял, как вам понравится, не понравится, насколько лучше эта съемка, чем моя с обычной камеры. Давайте, друзья, смотреть. Я немножко убавила звук и хочу вам пояснить. Вот это вот старая дорога Royal Way английская, которую обожают англичане. И это у нас на острове Уайт. Вот такой курсирует старый поезд, да, называется, паровозик. И теперь уже моя съемка. Это я показываю, как мы здесь в купе сидим, наслаждаемся такой поездкой. Хотя, как вы видите, за окном ничего особенного. Поезд идет в основном через лес, через какие-то просеки. Тем не менее, вот так выглядит купе, посмотрите. Очень все старое. И это считается, знаете, самое то, что нужно. И вот эта вот карта тоже тех времен там показана, в какую сторону. Через весь наш остров Уайт, справа налево, с востока на запад, с севера на юг. Вот эта вот дорога сейчас используется просто как для туристов интересное место посмотреть. Ну, а англичане все это обожают. Тем более мужчины. Вот почему, мой друг, вам снял вот этот вот паровоз прямо с самого-самого начала. Все так, знаете, до самого конца показал весь этот состав. Кстати, сколько вагонов? Я так и не посчитала. Что хочу еще сказать в дополнение, что стоит вот это все удовольствие? 18 фунтов с человека. И еще один сюжет я хочу вам показать. Это, знаете, вдобавок, вдогонку к тому, что я вам показывала, что у нас на завтрак едят англичане, что они предпочитают. И вот, кстати, как раз такой сюжет. Он немножко юморной, но я думаю, вы поймете. Я вам немножко даже объясню и поясню. Я от всей моей русской души делаю ему бутерброды с красной икрой. И я стараюсь. И прямо даже от всей, от всей души я ему эти бутерброды организовываю. Да, икра немножко, конечно, жидковатая, друзья, получилась. И я ему делаю эти бутерброды. И я подозреваю, что он будет доволен и счастлив попробовать бутерброды с красной русской икрой. Вот такой наш деликатес. И что же вы думаете, случилось дальше? Я ему радостно вручаю бутерброд. Он берет, он откусывает. Начинает немножко жевать. И вдруг у него глаза округляются, округляются, округляются. Он кладет этот бутерброд на место и говорит, ой, у меня что-то так зуб прямо сразу схватил и разболелся. И побежал он в туалет. Я не поняла, что произошло. Он, конечно же, не доел этот бутерброд. И только потом, спустя время, я узнала, что, оказывается, никто практически из англичан, из британцев не любит красную или черную икру. Они вообще не понимают, что это такое. И вот говорят, что многие замечали, что даже попробовав немножко красной икры, они бегут плевать, блевать и все выбрасывать. Они говорят, что это вообще что-то неимоверное, невкусное. И что это похоже на рыбьи глаза, на лягушачьи глаза, как они говорят. И все это лопается внутри какой-то соленой водой. В общем, ужас. И хотя мой друг мне, конечно же, ничего не сказал, когда я спросила, как икра, он сказал, что очень-очень, конечно, вкусно, замечательно. Но спасибо. Я вот не знаю, черной икры я вообще никогда не пробовал. Красную, конечно, пробовал. Ну, да, хорошая, вкусная. Ну, и, в общем, он его, конечно, не доел, этот бутерброд. Я потом с удовольствием сама доела. А потом еще, уже спустя время, как я сказала, я, поговорив со своими друзьями, со многими тех, кто знает англичан, прекрасно поняла, что икру они не понимают и не едят. Вот такие, друзья, дела. Ну, и не могу вам не показать вот этот дом. Посмотрите, он так и называется, The Studio. Наверху одно окошко, красивейшие цветы. Внизу какой-то погреб, похоже, что... И вот там вот продолжение этого дома-студио. Это, так я понимаю, у него здесь вместо гаража такой тент. Скорее всего, там мотоцикл какой-то. Но зато расположение шикарное просто в самом сердце Бембриджа возле спасательной станции на берегу пролива. Я почему вам показала это студио, маленький домик, потому что Бембридж, как я уже говорила много раз, это город миллионеров. И дома у всех в основном огромные. И вот никого не смущает такой контраст. Вот по этой улице мы с вами когда-то гуляли. Я вам скину видео, кто хочет, может быть, посмотрит. Здесь какие богатые, шикарные дома у людей. И в то же время вот этот вот домик-студия практически, как вы, возможно, поняли, переделанный просто из какой-то трансформаторной будки. Ну, вот так живут англичане.